В эфире новости мы продолжаем. Сегодня для будущих спасателей из поискового отряда педагогического университета провели необычную лекцию. Их пригласили в исторический парк на интерактивную выставку, посвященную экстренным службам. Мой коллега Анатолий Харитонов послушал истории чудесных спасений. Ему слово. Посетителям выставки, кадетам из Ярковской школы и студентам педуниверситета рассказывают о рекордах о занесенной в книгу Гиннеса аварийно-спасательной операции на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе. В 91 году специалисты с помощью направленного взрыва уничтожили огромную железобетонную трубу, где ранее появилась трещина. Обломки упали куда нужно, не задев никого. А это Ллойд, больше известный как Ленька. Русский спаниель. Под завалами разрушенных зданий он нашел 56 человек. Сотрудники МЧС гордятся и уникальной техникой, вертолетами Ка-32 и самолетами-амфибиями БЕ-200, предназначенными для тушения природных пожаров. Как погасить огонь в лесу, эти юноши и девушки хорошо знают. Командарно-штабные учения проходили, насколько я помню, в 2018 году в Хочинево. То есть нас учили, мы отрядом учились, как правильно тушить лесные пожары, локализировать, ликвидировать возгорание и так далее. У нас сформирован отряд и в основном занимаются пропагандой безопасности жизнедеятельности. То есть обучаем население навыкам оказания первой помощи, навыкам действия, например, в чересчайных ситуациях. Окончив спецкурсы, молодые люди из отряда Дмитрия Винника получат удостоверение и смогут не только преподавать ОБЖ, но и работать спасателями. Сегодня после экскурсии начальник областного управления МЧС вместе с представителем Совета Федерации вручил юношам и девушкам подарки. Мы сегодня уже обсудили, попытаемся сделать ролик о нашей выставке там небольшой и в рамках Совета Федерации показать этот ролик, показать эту выставку с предложением трансформировать ее по другим территориям, где есть такие парки. А их сегодня 25 уже парков в России, рассеянная история. Интересно, что в этом здании новосибирские сотрудники МЧС тоже работали. Сюда приезжали на вызов 5 апреля 2016 года. Тогда это был еще полузаброшенный гарнизонный дом офицеров. Возникло сильное задымление, и чтобы все потушить, потребовалось около двух часов. Информация о том пожаре представлена вот в этой интерактивной книге. На страницах хроники больших возгораний. Мультимедийное оборудование, установленное на потолке, проецирует фотографии построек, объятых пламенем. ЦУМ – здание главного управления исполнения наказаний в Дзержинском районе, развлекательный центр на сибирской ярмарке. Узнать о подвигах и чудесных спасениях горожане могут бесплатно. Анатолий Харитонов, Александр Ведерников. Новости ОТС.